Продолжение следует... То есть мы имеем вот такой некоторый континиум, такую судьбу. И то, что касается периода его жизни, он родился и жил в интересную эпоху. Он родился в то время, когда южные районы современного Кыргызстана пояснялись к России. Он родился поздней осенью 1864 года. Ну, по всем документам у него записана дата, которую он выбрал. 25 октября, день октябрьской революции. То есть такой правильный политический выбор. То есть он подчеркивал, что идет в правильной линии. Хотя там, по воспоминаниям, которые остались, он родился в поздней осени. То есть когда определить сложно. И прожил достаточно долгую жизнь, умер в 1933 году. При этом, что интересно, от него мы не имеем ни одного колочка бумаги, записанного своими тактоголом-сталганами. Он был неграмотным. Хотя человек был с очень широким круглозором, с большим багажом знаний. Но поэтому пусть у него не осталось ни одного леска на пистоне. Все, что мы имеем, это осталось то, что записали от него окружающие. Все. То есть мы имеем феномен, который по себе ничего не оставил в виде письма на стадии. То есть он принадлежал к той традиции устной поэзии. Вот его ученики уже перешли в письме. У меня в конце будет там упоминание о плеяде его учеников. Ну, кстати, это сейчас официальный такой термин, который есть в современных учебниках истории Крымской литературы. Плеяда учеников тактогола. Там целый ряд авторов, которые были связаны с тактоголом и продолжали его традицию. Вот его ученики оставили большое письменное наследие и стали частью современной Крымской литературы. Но их традиция идет от тактоголов. И то, что создал тактогол, сохранилось благодаря их записям. То есть по смерти тактогола несколько ближайших учеников помогли собрать, сами что-то смогли зафиксировать, стихотворения какие-то, часть смогли собрать у тех, кто слышал. И сейчас мы имеем то, что издавалось в советское время, двухтомник на кыргызском, потом на русском языке, избавленное произведение тактогола. На самом деле то, что удалось собрать. Потом собирали сразу после смерти тактогола, это 30-е годы. То есть когда были живы большое количество людей, которые слушали, были живы близкие родственники тактогола, поэтому удалось часть наследия сохранить. Насколько полно, сейчас трудно представить. Потому что человек ушел, документы, ученики менялись, тактогол расширял свое творчество, поэтому мы имеем часть удалось зафиксировать, полностью нет. С тактоголом с тактоголом есть некоторая проблема. В постсоветское время в Кыргызстане не определились, как мы будем работать с целым рядом исторических героев, в том числе с тактоголом и саталганом. Почему? В советское время там все было понятно с тактоголом, он часть политической системы, занимать определенное место, все очень понятно. В постсоветское время непонятно, как нам относиться к тактоголу и саталгану. Формально все, что с ним связано осталось, ГЭС назван в его честь родной район, тактогольский район, поселок ГЭС, типа там три памятника, в тактоголе большие бешкеки, бешкеки улица. Это целый ряд топонимов, связанных с одним человеком. Филармония, названная в честь тактогола. То есть это стало в советское время. А в советское время до сих пор, то что касается постсоветского периода, современное лицо пока непонятно, как работает с тактоголом и саталганом. Потому что он достался к предыдущей эпохе и вступает в некое противоречие современной эпохе, современной правящей элиты. С чем это связано? В постсоветский период мы имеем ревизию истории, в том числе советского периода. Происходит некоторый пересмотр, некоторые герои задвигаются, переоцениваются, появляются новые герои. В Одессе возникает проблема. Что делать с акканом тактоголом? Потому что в советское время он был главным акканом республики официально. То есть самые растиражированные, известные. После смерти тактогола до конца советского власти, каждые 5 лет отмечали его юбилей. То есть при жизни юбилеев им не повезло. Человек жил, творил, умер и тут же началась череда юбилеев. 1939 год, 1944 год. То есть каждые 5 лет случаясь юбилей. Последний юбилей, который отметила республика, крупный. Это 1989 год. Ряд публикаций вышел, потом поменялась система. Было непонятно, чей юбилей отмечать. К тактоголу, кстати, вернулись в 2014 году. И то вернулись, потому что это пришло по линии тюркских стран. Казахстан отмечали 150 лет со дня рождения. И то это была инициатива других тюркских стран, потому что искали героя, которые смогут обидеть разные тюркские страны. Там Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан. И вот здесь подошел... Другие страны поддержали. Подошел Акын-Токтогол. И то там по ряду объективных причин он общался с казахским Акын-Джамбулом. Поэтому Казахстан легко поддержал эти юбилеи. Потому что вот здесь накладывались интересы разных стран. То есть Токтогол был не в курсе тех событий, которые происходили после его жизни. Следующий момент такой проблемный. В постсоветский период происходит героизация родовой элиты. То есть традиционной кыргызской знати. В целом касается всего региона. Пересматриваются отношения к традиционной элите. В советское время было резко негативно, сейчас резко положительно. Вот здесь возникает противоречие. Акын-Токтогол, что в молодости, до революции, что после революции одинаково жестко относился к тем традиционным порядкам нормам, которые были внутри кыргызского социума. То есть он был такой бунтарь изнутри. И это было еще до революции. Можно вспомнить самые известные его произведения, которые сейчас могут попасть под статью оскорбления чувств верующих. Потому что формулировка у него резкая, потому что человек был из простого народа, использовал те ритмы, которые были присущи для разговорного языка, а не для дипломатического. Самое известное произведение, за которое Токтогол отправился в ссылку, это «Пять кабанов». Ну, в смысле, там есть переводить, «Пять вепрей». Ну, это в адрес пяти родоправителей, которые управляли территорией современного Токтогольского района. То есть это потомки Манапа Роскоубекова, клана Роскоубекова. И вот он оценивал их деятельность, сравнил с кабанами в лесу, которые все разрывают. Со всеми вытекающими оценками, там, прошелся по подручным, за что и получил путевку в Северный Крае. То есть вот, назовем это мягко, там одним из членов клана, этого клана, был написан официальный донос. Донос ушел в суд, в суде было... На самом деле в судебных документах остался этот донос, там, когда в Советском районе стали всплывать, там было понятно даже, кто написал донос. И Токтогол, кстати, потом знал ему, когда он вернулся в ссылки, ему рассказали, кто написал донос. Потому что народ знал, кто писал донос, потому что территория маленькая, все друг друга знали. То есть было понятно, кто написал. И потом в стихах Токтогол возвращался к тому человеку еще долго. То есть вот там некая политическая борьба была шла. То есть вот на самом деле, если брать произведения, смотреть как на источник, они очень интересны. Они передают накал той борьбы, которая была внутри традиционного общества. Вот здесь у Токтогола возникает проблема. Многие его произведения сейчас не понравятся там элите, потому что он будет выпадать из того позитивного подхода к родовой знати. Он ее оценивал крайне резко, негативно. Можно вспомнить, если кто-нибудь в школе читал, там есть одно из первых известных айтышей Токтогола, Это было состязание с Арзематом. Там Токтоголу было около 20 лет. Он выступил на айтыше с известным акыном Арзематом, который как раз был связан с манапами, этим кланом Раскулбековым. Айтыш был очень жесткий, но Токтогол сумел победить. Потом он там прошелся и по саму Арземату. И с тех пор в кыргызском языке Арземат стал нарицательным именем. То есть так называют придворных писателей-поэтов. Айтыш устраивался, когда там либо знать собирался, либо какие-то большие праздники. Это была часть обязательной программы. То есть люди смотрели на некоторые физические действия, на скачки. И обязательно выступление людей, потому что вот это владение словом очень ценилось. И Токтогол после этого выступления стал широко известным и не очень любимым некоторым. Потому что вот эта социальная позиция, которую он занял, он примерно полвека ее занимал. Одну и ту же. Следующий момент, то что касается Токтогола, он был очень неудобным герой. Если вот подходить технологически, как его встраивают в тот период, и как сейчас его описывают, он был неудобным героем. По двум причинам. Первое происхождение. То есть вот происхождение, он был там, его дед и отец были очень бедными. Поэтому Токтогол с детства начал работать, то есть вот он представлял социальные низы. Вот правильно сказали, он представлял, традиционный муж. Он человек снизу. То есть вот его позицировал. Поэтому его взгляд снизу вверх был резко критическим. Поэтому вот в досоветский период он не вписывался в ту традиционную систему. Кстати, там часть своей жизни ему пришлось провести вне родных мест, потому что родоправители дома его не ждали, поэтому ему пришлось там часть жизни до Октябрьской революции провести вне родных мест. Потом происходит революция, гражданская война, он возвращается, ситуация меняется, он оказывается правильным героем. Вот это путешествие и возвращение, вот этот сюжет в его жизни был. А то, что касается взглядов, Токтогол так получилось, он родился в переломную эпоху, и он не вписывался в ту систему, в которую была. То есть в старое традиционное общество он не вписывался по своему происхождению, взглядам, он не вписывался. Если бы он родился позже, то есть он бы легко вписывался в советскую систему. Но в досоветскую он никак не попадал в рамки традиционного общества. То есть такой человек внутри, который не вписывается в нее. То есть вы выпадаете из системы в силу ряда причин. То, как его можно назвать, вот я пытался так определить его, чтобы можно было понять, какая роль у него была доливая. Он был внутренний критик, нарушитель традиций, создатель новых смыслов. Если критика была вне, то ее может быть незамечательным. Такая критика изнутри, вот здесь возникает в Тайдисовом обществе некоторое напряжение, создается. То есть критика внутри, на нее должен быть ответ. А тактагул эту критику производил достаточно плодотворно. То есть как автор он был очень яркий, то есть у него общий апритуар. К периоду зрелости было несколько сотен произведений. То есть записано было, по-моему, от 200 до 250 стихотворений, то, что было зафиксировано. Это только часть. Плюс еще сохранился ряд его мелодий для Камуза. То есть он плодовитый был автор, и это было заметным явлением. То, что касается периодов творчества, ну, классически они делаются на три части. Это дореволюционный период, революционный период, с периодом Гожанской войны. То есть это там с 17-го года по началу 20-х годов. То есть в Одессе надо смотреть на период Гожанской войны. На подлежных районах Самина Кургастяна Гожанская война, на самом деле, закончилась там в конце 20-х годов. То есть в 1927-1928 год, потому что там советская власть побеждала с трудом. Потому что долго шла борьба, перетягивание каната. Поэтому вот этот период революции для нашего региона и для его отдельных мест, он был дольше. То есть вот этот период, когда шло колебание между белыми и красными, то есть вот этот маятник, он качался достаточно долго, и так-то был в этом участвовал. То есть это четко прослеживается, что в этом маятнике он тянул в одну сторону. То есть здесь все просто. В Одессе период революции интересен тем, что он людей заставил определяться. С тактаголом все было просто, он четко определился. То есть у него не было колебаний к белым сходить, к зеленым. У него этого не было. В отличие от многих его современников, которые пытались какой-то нейтралотет занимать, или пытались сходить сюда, сходить туда, тактагол был человеком прямым. Ну, кстати, одно произведение у него так и называется «Не сойти с прямого пути», если дословно переводить с кыргызского, то есть это буквально Туз Джолу, то есть он вот эту линию придерживался. То есть если политически оценивать, то есть он был вот такой вот, там, для общества, вот, революционер. То есть вот если смотреть на кыргызское традиционное общество, там были люди, кому это слово подходило. Так-то было, оно подходило. То, что касается, там, третьего периода, советский, это 20-е годы, начало 30-х годов. Еще у меня будет такое уточнение, то, что касается дореволюционного периода. Иногда дореволюционный период делят на досибирский и послесибирский периоды, в связи с тем, что он побывал на каторге, хотя на самом деле творчество у него было что до, что после примерно одинаково. То есть такое бывает. Автор попадает в разные ситуации, но линия творчества остается лишней. Поэтому можно дореволюционный период делить, там, до периода ссылки и после периода ссылки, хотя, там, линия творчества та же самая. То есть мы имеем одного человека с одними и теми же убеждениями, хотя творчество его менялось. То есть в течение своей жизни оно становилось шире. То есть автор, там, расширял спектр тем, с которым он работал, и из того, что сохранилось, это хорошо заметно. То, что касается дореволюционного периода, ну, это период, там, с конца, ну, с конца 1880-х годов, начиная с Айтыша с Арзематом, так того он начинает заниматься творчеством. Поэтому он занимается не только чисто, там, состязанием и сложением песен, но еще оказался талантливым музыкантом, он создавал мелодию для кому-то. То есть он оказался человек без музыкального образования, но очень талантливым музыкантом. Ну, это объясняет тем, что он происходил из семьи, у него очень талантливая мать была, которая сочиняла... Мать сохраняла свое имя, Батма, она сочиняла кашоки, и в селе она выступала в роли, вот, человек, который сочиняет и поет кашоки. То есть в семье некая традиция была, поэтому тактагул вот появился из пустого места. В семье была традиция, и он стал с ней работать. А то, что касается вот этого раннего периода, тактагул пошел на слом старой традиции. В течение нескольких веков в кыргызском социуме акины занимали определенное социальное положение, были включены там в отношения с родовой знатию, они выполняли функцию воспевания. У крупных родоправителей были свои правильные акины. Вот при дворе, которые описали, создавали правильный образ. То есть такой вот пиар-технологии 18-19 века. В роли главного пиарщика выступали акины. То есть когда родоправители собирались, частью измерения авторитета родоправителей было еще состязание придворных акинов. То есть вот эта традиция была понятна несколько веков. Картагул стал ее ломать. Он отказался от традиции воспевания, хотя то, что в кыргызском языке есть жанры мактоо, восхваления, он этот жанр использовал. Но не в старой традиции, а в новой. То есть он восхвалял там то, что ему нравилось, но он стал выпал из этой обоймы акинов. То есть да, он акин, но акин внесистемный, говоря современным языком. Поэтому человек очень популярный, много путешествовал, то есть Фергана, приферганские районы, бывал он и на севере республики, в основном Талас-Кадалина, то есть то, что стало. То есть он активно выступал и стал известным, при этом он в систему не вписывался. То есть мы имеем крупного внесистемного игрока, который связан с системой, но вот как-то не встраивается. Это происходит в 1880-х годах. То есть задолго до революции внутри общества появляется человек, который не вписывается в систему, и агент перемен, говорит с вами именно технологическим языком. То есть вот человек изнутри. Поэтому его критика была вот здесь, надо отметить, была очень резкая. У нее есть ранние произведения, где он проходится не только по родопроведнику, но и по духовенству. Одно из самых раскученных в советское время произведений Эшен-Калпа, где Токтагул и один из его учеников исполняют это произведение, когда были в одном местности, где приехало духовенство. И они резко прошлись по духовенству, по имамам, по тем, кто прибыл самому. И это произведение стало широко известным, потому что простой народ критически относился к носителям разной власти. И вот это одно из известных произведений, оно есть и на русском, и на каргызском языке. В советское время его часто тиражили, потому что оно использовалось для борьбы с религией. Хотя написано в конце 19 века. Токтагул не знал, что пойдет в советскую власть, оценивал то, что он видел. То есть вот это жесткая, антирелигиозная позиция. То есть он там прошелся по образу жизни, по тому, чем занимается духовенство. То есть он занимал такую позицию активного и социального протеста. Вот если говорить современным языком, тогда так не говорили, но вот он занимал эту позицию. Поэтому еще до того, как у него возникли проблемы с законом, были угрозы в его адрес, там правители обещали разобраться. То есть он уезжал из родных мест, чтобы родственники не пострадали. Он уезжал на гастроли, то есть покидал одни места, чтобы не пострадали кровные родственники. То есть были живы его родители. Он подрывал устоит одессонное общество. Вне системный грох, ломает систему, ломает. Раскачивает, говоря современным языком, раскачивает лотвал изнутри. Если бы пришло, сказали бы чужак, но он не присадился. То есть выключить его из тех отношений, в которых он есть, сложно. Он свой. Поэтому есть ряд образцовых произведений, где вот эта позиция изложена. Пять кабанов, ишен-калпа, ишан-калпа, в кирпичском языке эшен-калпа, обращение к чиновникам. Поэтому есть разные переводы этих стихотворений, но все, как бы там переводчики не смягчали, оценки были резкими. То есть он не страдал политкорректностью, как автор, он был резким. То есть к современному молодежи он понравился. То есть он, как человек из социальных низов, вот эти вещи он воспроизвелил. Разговорный язык у него очень яркий. То есть вот я смотрел текст на русском языке, когда я литературно, после литературной дакции, и смотрел подсочные переводы, подсочные переводы резче, ярче. То есть он как автор был такой вот. Рэпер бы там, с него можно было бы сделать. То есть по манере, по языку, он неудивительно, что был популярный. А учитывая, что автор было немного, вот на самом деле, ну, одновременно их было, ну, полтора-два десятка на всю территорию проживания. То есть их немного. Все они друг друга знают, и люди их сравнивают. И он единственный, который выпадает из той системы, которая существовала в несколько веков. То есть человек вот выпадает. Поэтому он был замечен. То, что касается андолиационного периода. Здесь Токтагул был арестован летом 1898 года. На него был написан донос. Якобы он участвовал в Андижанском восстании. Спор до сих пор был связан с этим восстанием. Не был связан, непонятно. Но донос был написан. Написали, как раз, когда шло судебное следствие. Люди арестовывали, арестовали его. И на основании доноса судили. То есть там следствие долго не разбиралось. Потому что нужно было быстро оккупировать ситуацию. В суде было лжесвидетельство. То есть донос подтвердили. И Токтагул Саталганов вместе с рядом других участников восстания первоначально получился смертный приговор. То есть у него сохранилось такое произведение, где он прощается с народом. То есть вот такое. В Ахинской традиции было принято обращение к народу. Сохранилось там произведение, где он прощался с народом. Но ему повезло. Смертный приговор, который вынесут, передали гениал-губернатору. Гениал-губернатор приговор смягчил. То есть те, кто был записан в посты участники, просто отправили на каторгу в Сибирь. То есть Токтагул первоначально там получил, по-моему, 7 лет каторги. Потом он отправился на каторгу через Туркмению. Потом те, кто отправили на каторгу, довезли до Москвы, из Москвы в Сибирь. То есть он попал примерно в районе Иркутска туда, на каторгу. То есть он увидел Российскую империю, большие территории. То, что касается периода его каторги, он продолжал творчество. Кстати, человек был настолько способный и яркий, когда он был там на рубке леса, нашел доску, из которой сделал комус. То есть в Сибири он продолжал заниматься творчеством, то есть традиция требовала. Он продолжал заниматься творчеством. То, что касается периода каторги, по тем документам, которые остались, воспоминаниям, которые остались. Токтагул, когда там к концу срока с него сняли кандалы, пытался бежать, за что получил продление срока. То есть он никак не мог смириться с той системой, в которой оказалось, но не вписывался он в эту систему. Пытался бежать, его посадили в одниночную камеру, потом оттуда отпустили снова на лесоповал, говоря своими языком, то есть то, чем занимается каторжане. Потом Токтагул попал туда в очень тесную компанию. Его привезли на каторгу в тот год, когда туда стали повезти политические сына. Он там увидел российскую интеллигенцию, то есть не только обычных уголовников, но и тех, кто сел по политическим статьям. Поэтому Токтагул там набрался очень разного опыта. То есть на ту каторгу, где он оказался, в Иркутске, там было много политических сынов. То есть вот этот политический протест, может быть, и поддерживал тем, что он видел на каторге много людей, которые, как и он, за взгляды попали на каторгу. То есть не просто уголовники из-за преступления, а именно те, кто по политическим мотивам. То есть это его поддерживало. То, что касается второго ареста, он снова бежал с каторги, и там спорят, какой-то год был, может быть, 1904, может быть, 1910 год, через территорию Сибири и Казахской Сибири добрался до родных мест, здесь скрывался. Но все равно узнали, опять на него написали. Его арестовали, посадили в Андижанскую тюрьму, в ту же самую, где он уже сидел. Посадили на полгода. Тогда его двое близких учеников ставили посол народа собирать деньги, чтобы заплатить за него денежный залог, чтобы его отпустили под залог. Потому что формально там срок отбыл, им удалось там за несколько месяцев собрать большую сумму денег, несли как залог, таким образом за него поручились, его отпустили и больше не преследовали. То есть вот здесь история с преследованием продолжается. То есть он возвращает систему к тем отношениям, которые были до его ареста. Судьба Токтагула была очень тяжелой. Пока он был на каторге, так получилось, что там у него умер отец, мать ослепла, умер сын единственный, а жена ушла, ее выдали замуж за другого. То есть он вернулся, он столкнулся с проблемой, что семьи у него нет. Но он сумел это пережить, потом он женился снова, у него была семья, там были дочери. То есть потом Токтагула в республике оставить. То есть вот это возвращение с каторги для него было тяжелым. Сохранились, кстати, вот в сборниках Токтагулах, есть вот эти айтыши, его встречали ученики, встречали другие акканы. Они сумели ему сообщить о всех событиях по традиции иносказательно, что вот он не увидит своего отца, например, не увидит своего сына. То есть он еще не поехал в родные места, уже знал, что там произошли целый ряд событий. То есть личная биография у Токтагула была достаточно тяжелая. То есть он потом и в стихах вспоминал своего, там, умершего сына первенца. То есть вот тяжелая судьба была. Но то, что касается творчества, Токтагул продолжал создавать новое произведение, то есть вот творчество его поддержало. То есть он мог уйти в частную жизнь, но этого не произошло. Это вступление к его произведению «Пять кабанов». Хорошее вступление, вы бандиты. Вежливое, политкорректное. Но сейчас бы он попал под судебный иск за оскорбление чести и достоинства. Конец 19 века, традиционное общество. Неудивительно, что люди хотели с ним встретиться и обсудить это произведение. Это вступление. Там, подлецы, не утащите ни овцы. То есть вот доброе вступление. Он в таком стиле писал. Это уже литературный перевод, такой смягчен. Это не подстрочник, это смягченный литературный перевод, который в советском мире публиковался подстрочник жестче. То есть водитель надо смотреть. Он использовал устный язык. А устный кыргызский язык, там есть и еврейские сравнения. То есть он их использовал как носитель этого языка. Это устная традиция, он это использовал. Вот кусочек из Ишан-Калпа. Тоже 1897 год. За 21 октября скрывается, человек занимает определенную позицию. Добрый, некоторые источники раскрывают, мол, а Коран, а в уме у него Баран. То есть человек был явно светских взглядов, назовем это так. То есть это отрывок из середины произведения. Ну, все произведение большое и примерно в том же стиле. То есть человек занимал такую активную социальную политическую позицию. С духовенцем отношения у него были сложные. А вот это произведение, которое он сочинил, когда за ним приехали арестовывать. То есть за ним присылали отряд из Андижана арестовывать. Это он по поводу родоправителей местных боев. Это подстрочник. То есть я нашел. Это свежий перевод был сделан. Есть кыргызский филолог и публицист Кубан Мамбиталиев. Он занимается кыргызской сатирой и юмором. Вот у него в произведениях есть, он сам делал подстрочник переводов тактагула, чтобы понять, какова кыргызская традиция сатиры. То есть по тактагулу это заметно. Сатира была, и сатира была жесткая, без политкорректности. То есть вот обращение к чиновнику. Просвета нет у людей, терпят гнет богачей. Если ты велик, то верни то, что Бай успел отнять. Если не можешь, молчи. Если хочешь его поддержать, тогда и ты забирай то, что можешь, и она еще забрать. То есть человека приходят арестовывать, а он тут обращается с некоторой речью. Это отрывок произведения, тоже подстрочник, который он сочинил, когда вернулся уже после каторги, то есть чтобы понять, насколько менялся в устье. Это подстрочник. В русском языке там разные названия. То есть стихотворение по поводу социальной позиции Акын. То есть это отрывок, который показывает позицию тактагула. То есть язык мой твердый, не собьется, не сверну никуда с пути. То есть человек вернулся с каторги, побывал в северных краях, в кандалах, под охраной. Возвращается и говорит, что не свернует с пути. То есть революционеры зреют изнутри. Внутри это единственное общество. Потом человек беспартийный был. То есть он про Башириков, может быть, и слышал на каторге, но он к партию никакого отношения не имел. Даже в советское время. Хотя его ученики в советскую систему строились, они могли его запросто туда втянуть, потому что они как отношения... Кстати, те ученики тактагула, они к нему вращались отец. То есть даже если они были ненамного его младше, они к нему вращались отец, потому что он был явлением. То есть человек возвращается в каторги и делает определенное политическое заявление, что путь будет продолжен. Это подсрочник. То есть максимально приближенный перевод к кубанам и металлине. То есть когда там литературный перевод, он помягче. Теперь то, что касается периода революции. То есть периода неопределенности. В Одессе я взял оценку Чингиза Айтматова. Поэтому оценка достаточно старая. Это, по-моему, 60-70-е годы. То есть молодой Айтматов дает оценку Акыну тактагула. И первая оценка, которую дает Айтматов, революционный файл. Айтматов же, как человек, который окончив советскую школу, апеллирует кому? К Маяковскому. То есть в кыргызской традиции место Маяковского закрепляет именно за тактагулом. То есть как его оценивают? Как народный мыслитель, как борец и художник. Но сначала революционный поэт. То есть это была публикация, это известная оценка тактагула. То есть в 60-70-е годы молодой Айтматов дает. То, что касается 17-17-го года. Тактагула узнают о событиях октября 17-го года в начале 17-го года. Это связано с тем, что на самом деле революция на территории Савминого Куркестана началась на юге. Это Сулюкта, Майлеса, шахтерские поселки. То есть на самом деле там шахтеры устанавливают советскую власть одновременно с Петроградом. То есть даже не в Ташкенте, не с Ташкента начиналось, не с Пешкека и Верного. На самом деле начиналось с шахтерских поселков. Они поднимают красные знания и заявляют о том, что они поддерживают советскую власть. То есть это происходит на юге республики, то есть там начинается. Об этом узнает тактагула, потом узнают о том, что происходит революция новостей, приходят. И тактагула сразу принимает в сторону советской власти. То есть он как узнал, сразу принял. А его можно понять, весь его подлющий путь его к этому подталкивает. К кому? На стороне баев и имамов против советской власти? То есть его позиция была понятна. То есть приходят те, чьи взгляды по сути он разделил. То есть революция вполне укладывалась в те ценности, которые проповедовал тактагул. Самое известное в советское время произведение тактагула – это песня о Ленине. Ее датируют по-разному, там, 18-й или 19-й год. То есть сразу после революции, после факта пишется такая системная вещь, как «Песня о Ленине». Кстати, потом эта традиция в исполнке проживется. И потом целый ряд уже вполне системных советских поэтов будут писать «Песня о Ленине». Но ориентироваться они будут на кого? На первую, на тактагула. Потом он писал, когда 18-й, 19-й год, было непонятно, красные или белые победят. То есть этим он определил свою позицию. Кстати, и его ученики пошли по его пути. Никто из учеников тактагула на той стороне не был, на стороне белых. То есть он сам перешел и потянул за собой. То есть вот это непределенность общества стала меняться. То есть когда вот такие люди, известные, начинают перетягивать на свою сторону, это влияет на общество. Даже на пассивное большинство все равно влияет. То есть те люди, которых знают, они говорят «Мы на той стороне». То есть вот здесь революция заставила людей определяться. Тактагул всегда был на стороне красных. То есть вот это понять можно по идейным соображениям. То, что касается революции, он посвятил ей вот этой революции переменам. Есть произведение, оно есть и на крыгызском, и на русском языке. «Настало утро свободы». То есть четкая, правильная оценка, системная. То есть поэтому советская система так легко поняла тактагул. Потому что те его оценки переводили, записывали, переводили, и все. Так раз он установился своим. То есть вот все нахладывалось. При том, что он беспартийный. Марс Энгельса не читал. Но здесь так получалось. Потому что те перемены, которые... То, что происходило на это общество, то, что вызвало революцию, оно вызывало похожие оценки у разных людей. То есть вот здесь революция была естественна. Вот в Туркестанском крае, потому что были люди внутри, которые тех же взглядов придерживались. Даже не будучи большевиками. Когда говорят, что революцию допустят и большевики, а как быть с тактагулом? То есть вот он примерно с 1910 года на территории края находился, никуда не ездил, он здесь был. Как только слышат про революцию, принимает ее изнутри. Советский класс использовал эти произведения, когда в 20-х годах там шла борьба и укрепление. То есть вот это тиражировалось. То есть большевики с этим работали. Оно у самого пришло, и это использовалось. А вот то, что касается старого традиционного общества, оценка в самом начале, нес в отмех киргизский народ. То есть вот тактагул считал, что прошлое – это прошлое, и его надо именить. То есть вот оценки прошлого – цепи горя, нужды, невзгод, как тянулось оно века. Это он о традиционном обществе. То есть вот сейчас он, может быть, поэтому не вписывает в современную систему, там, постсоветского писательства, где идет там героизация позднего Средневековья. Тактагул вот оценки некоторые дает. Как человек, который в этом обществе вырос и жил, он его оценивал. Поэтому его никто не заставил в 18-м году так писать. Идет гражданская война между белыми и красными. Он сам по себе. И вот оценки его. Ленин спас горемычных темных, от дракона освободил. Ничего не напоминает. То есть апелляция к определенному традиционному сюжету. То есть старая власть изображается в роли дракона. То есть вот некоторые традиции, на самом деле, вот в нашем регионе, то, что нам кажется новым, оно, на самом деле, просто повторяется по кругу. То есть вот эти оценки были сто лет тому назад. То есть апелляция к тому, что старая власть была как дракон, то есть старые порядки как дракон. То есть тактагул-то они были сто лет тому назад. Он не знал, что там спустя несколько десятилетий будет происходить. Еще одно такое классическое, правильное произведение, с точки зрения советской эпохи, настало утро свободы. Вот строчки революционные. Путь обновления без конца. То есть понятно, какую позицию человек занимает. Типично кыргызское савнение, ба и манап уже не в седле. То есть они потеряли скинулись, сброшены. То, что касается уже советского периода, в середине 20-х годов, когда гражданская война заканчивается, заканчивая борьба с баспанчеством, тактагул продолжал заниматься тем же, что и занимался ранее. То есть создавать большое количество разных произведений, сонаты, термия, песни, назидания. При этом часть его творчества была посвящена поддержке советской модернизации 20-30-х годов. То есть его творчество – это отдельные произведения, которые выделяются, выпадают из остальных, традиционных тем. То есть он создает новые смыслы, новые темы. Потом эти темы будут воспроизводиться его учениками и другими писательными поэтами. То есть вот эта некая традиция советской киргизской литературы, она в том числе создается с тактагулом. Сначала в Устове, потому что тактагул не владел грамотой, он в Устове создал, потом это стало записываться, его ученики уже были письменными авторами, и это закрепилось. То есть на самом деле, когда говорят, что только в конце 20-х годов появилось, в письменном виде – да, а в Устном – оно было раньше. То есть вот здесь мы смотреть должны на эту Устную традицию, он постепенно переходил в письменную. Но тактагул так и остался на стороне старой Устной традиции. А потом он сохранил свою позицию, также продолжал критиковать чиновников. То есть времена изменений, а чиновники-то остались сейчас не самыми лучшими. То есть человек занимает ту же социальную позицию. Кстати, вот тоже, кстати, советские публикации, вот критические вот эти стихотворения, я хотел найти пример, мне не попался, то есть не печатались, потому что они вот ломали правильный советский образ поэта. Человек не вписывался в систему, он оставался самим собой. То есть начинают к этих вот новых советских чиновников, которые на самом деле частично воспроизводили старые порядки, потому что часть элиты 20-30-х годов в республике, они были выходцами из богатых и знатных семей. То есть некоторые старые традиции они воспроизводили. По партийным документам до половины местных чиновников 20-30-х годов были из богатых и знатных семей. Только к концу 30-х годов, когда зачистили элиту старую, зачистили в прямом смысле слова, удалось вырастить новое поколение чиновников из крестьян. К концу 30-х годов. Теребилось время, чтобы высадить систему. Поэтому критика чиновников продолжалась. То есть он был системным, но опять продолжал критиковать. Когда ему стало за 50, вот если смотреть на даты его публикации, он стал следовать, продолжал старую традицию, когда кыны пишут философские произведения. У него это тоже продолжалось. То есть он одновременно создавал политические произведения и философские. То есть то, что знают сейчас, тактагула знают по школьной программе, там вот эти наставления, назидания, если переводить на русский язык. То, что существует, существует цель на школьной программе. То есть тактагула таким образом зашел в современную литературу. То есть ладно, политическое выбросили, но не нравится, но не вписывается в новую систему, ну портит картину. А вот то, что касается философских произведений, оно осталось. То есть то, что касается уровня тактагула, он не уступает другим. Акынам, с кем его сравнивают, Калагул, Арстанбек, то есть представители родовой знати. То есть те, кто... Акын и заманисты. Вот сейчас кого пытаются героизировать, в отличие от того же тактагула, он с ними вполне на одном уровне. То есть философские произведения, они показывают уровень поэта. То есть он не был только трибуном революции, как можно было попытаться его задвинуть, не получается. У него философское произведение, все. То есть человек занял место определенное в национальной литературе, и это место там за ним закрепилось. То, что сейчас мы видим о оценке, на самом деле они многие повторяют в советский период, потому что таких ярких людей было немного. То есть политически мы с ним можем спорить, там, задвигать его произведение. Но есть ряд работ, которые там до сих пор остаются образовыми. А то, что касается поддержки преобразования. Целый ряд произведений, которые носили политический характер. То есть он создавал политические смыслы и темы. То есть сами названия показывают... Это подсрочный перевод названий. То есть у него там произведение в 20-х годах, в начале 20-х годов было «Здравствуй, советская власть». То есть буквально как лозунг. На каргызском переводе там «Тешаш сын, кенеш, кмютын». Буквально, если подсрочный переводить, это «Здравствуй, советское правительство». То есть это говорит оппозиция. То есть вот это неопределенность, так так было ее менял. То есть переходим на советское. То есть он перетягивал. Ленин открыл нам путь. То есть по традиции человека. Кто открывает путь? Старшие, опытные люди. Вот если бы это национальную традицию, кто читает богословение? То есть так так вот с этой старой традицией работал, докладывал на него смысл. Ленин открыл дорогу. То есть он вот эту старую традицию переосмысливает. То есть он работает со смыслами. Человек вроде не заделок агитации пропаганды. Но то, что он делал, он перетягивал традиционное общество. То есть когда колебания шли, там создание колхозов, борьба с баймонапами, надо было работать с народом. Так так вот это дело. То есть его произведения показывали на чьей стороне. То есть все 20-е годы он подтверждал свой выбор. То есть он не просто сел, занял место и все. Он этот выбор подтверждал. То есть вот Ленин мудрец спас от беда. Там в кыргызском языке так и было. Ленин Акалман. Там он апелляция к национальной традиции, к мудрецам. Это апелляция к семей Аке. Так-так-огло как носитель национальной традиции подбирал те образы, чтобы связать новые со старым. То есть он апеллировал к национальной традиции. Поэтому вот отдельное произведение есть о колхозе. Это конец 20-х годов. То есть так-так-огло реагировали на то, что происходило. Сейчас вот эти произведения не очень популярны. Система их отодвинула, но мешает им системе. Вот отрывок философского произведения «Брендный мир». То есть одно из поздних произведений – это конец 20-х, начало 30-х годов. То есть человек одновременно пишет и философские вещи. Это перевод, я взял, Михаила Александровича Рудова. То есть признанный переводчик с кыргызского языка. То есть Рудов переводил максимально близко. То есть это литературная обработка. Поэтому образы используются из национальной и среднеазиатской поэзии. То есть сравнение жизни с птицей – это апелляция к персидской, к старой персидской поэзии. То есть это оттуда к фиргану. Он же родился, он родился же, тактагул уже примыкает к фирганской длине. Вот эта традиция персидской поэзии там была. И тактагул с ней знаком. То есть те образы, которые он использует, он использует традиционные образы, которые существовали, философская поэзия региона. То есть он еще и региональный автор. То есть по своим образом он вписывается в региональный контекст. Он не выпадает. Он не совсем локальный, он региональный. То есть вот по этим образам солнечный луч, бренный мир – то есть это апелляция туда к средневековой персидской поэзии. Проделение конец 20-х, начало 30-х годов. То есть идут политические преобразования, человек пишет политические работы, пишет философские. То есть он такой… Везде успевал. Везде успевал. То есть человек понимал, что ему в том возрасте, когда надо создавать философские произведения. Это была традиция акэнов, когда они вступали в возраст зрелости, то есть за 50, когда они, наберясь опытом, они создавали то, что делало их вот… навсегда закрепляло их место в национальной культуре. Тактагул повторял эту традицию. Немного иначе, но повторял. То, что касается вклада тактагула. Что мы сейчас имеем как результат? То, что осталось от акэнов, тактагула. Первое – это участие в модернизации национальной литературы. В этом участвовал целый ряд учеников. Никто из кыргызских акэнов 20-го века, конца 19-го и всего 20-го века, не оставил столько учеников, сколько тактагула. У него официальных учеников признанных больше 10. И все они крупные авторы. То есть он создал школу. Он не одиночек, он создал школу. То есть вот такой, если говорить, брать академическую среду, то есть он такой научный авторитет, который создал по себе целую школу. Поэтому многие из них были вполне успешными, яркими. Набавить Калык Акиев тоже. Это ближайший, самый близкий ученик для тактагула. То есть у Калыка Акиева есть произведение, где он тактагула называет отцом официально. Следующая важная вещь, которую оставил тактагула, это новая тема и смысл. В Одессе можно взять пример. Как описывать советское в национальных языках? Происходит революция, приходят новые вещи. Как их описывать? Нужен новый язык. Тактагула частично его создавала. Да, с трудом, потому что большая разница. То есть в эти примеры, которые произошли, их было трудно осмыслить, понять. Но тактагула их пытался. То есть вот эти некоторые жанры, смыслы, темы, связаны с ним. Здесь можно вспомнить, например, восхваление, там традиционный жанр МакТо. Он использовал его не в адрес Ленина, а в адрес Ленина и партии большевиков. А, кстати, вот сейчас, если смотреть подсрочники, у тактагула, вот то, что касается партии большевиков, есть такое сравнение с витозарными большевиками, то есть те, кто несут свет народу. Но сейчас это неправильно, поэтому эти произведения просто выпадают. То есть сейчас, когда пишут, берут другие произведения, потому что неправильно, сложно вписывать в современный контекст. Следующая важная роль – личный авторитет и поддержка переменных. Тактагула в течение своей жизни не менял свои позиции. То есть до революции, во время революции, после революции, даже когда уже в конце 20-х годов его приглашали в Пешпек, во Фрунзе уже записывали произведение тактагула, его позиция оставалась прежней. То есть это создало ему определенный личный авторитет и отношения в обществе. То есть это за ним осталось. То есть у разных авторов это было по-разному, тактагула с репутацией было хорошо. То есть силу его определенной позиции, которую он не менял, пути, по которым шло у него произведение, там были, о которых я говорил, не свернусь с прямого пути. То есть он этот путь выдержал. И это повлияло. Следующее важное достижение – это повлияло талантливых учеников, то, что сейчас литературоведы называют оконодемократами. Если переводить на простой язык, это выходцы из простого народа. То есть почти все ученики тактагула, они так шпион были из низов. То есть в кыргызской литературе появилась вот большая группа людей из простого народа, которые пришли в литературу. И пришли раньше, чем случилась революция. Потом приходят поколения после революционного, там, Токамбаев, Теннистанов, Баялинов, они приходят позже. Раньше пришли ученики тактагула. То есть на самом деле вот эта литература появляется, она в какой-то революции начинает формироваться в Советском. Потому что были носители устной традиции тактагула и его ученики. То есть когда мы говорим, первый там поэт тактагула, Токамбаев, ну как он считал, а вот Токамбаев на самом деле это не так. Первый письменный, да. А с устными что делать? Ну вот здесь вопросы возникают некоторые. И поэтому то, что касается тактагула, он сумел передать литературную традицию. Его произведения, его стили, его образы, они не остались, не ушли вместе с ним. Они остались. И ученики воспроизводили, потому что их творчество было привязано к его творчеству. То есть он сильно на них повлиял. Такое бывает, вот человек яркий, повлиял на окружающих людей. И вот некий это воспроизводит. То есть это видно. То, что касается там творческого наследия тактагула, сейчас мы имеем там 18 музыкальных пьес для Камуза, которые были запишены в 1928 году. Сохранились воспоминания Затаевича о тактагуле. Он написал, как тот выглядел, как исполнял свои произведения. То есть такой яркий образ был описан неостанным. То есть вот есть такой внешний взгляд на тактагула. И то, что мы имеем благодаря ученикам тактагула, это два тома песен, сонатов и айтыших. Айтыших записанных по памяти его учениками. Они были записаны. Вот то, что касается записи, там так получилось. То есть тактагула умирает в 1933 году, тихо жил, тихо умер. Потом проходит несколько лет, вспоминают. То есть проходит там 4-5 лет после смерти, вспоминают. Решают сохранить память о нем. Начинают собирать записи о нем, собирать его произведения. Ученики ездят, собирают произведения, записывают их. Длижайшие ученики собирают. Это выходит. Потом подкрадывается годовщина. Первая годовщина после смерти тактагула. Решают отчинить сразу на исповеканском уровне. И тут же начинают увековечивать автора. 1339 год. То есть сразу появляется мавзолей на родине. Человек был тихо похоронен. Находит могилу, проходит несколько лет, строит мавзолей. В родном селе тут же появляется памятник. Все резко меняется. То есть человек тихо, на самом деле, частной жизнью жил, тихо умер, проходит несколько лет, и система вспоминает, что он, оказывается, был системный. Ученики за него просили, лоббировали. Его имя начинают сохранять после его ухода. Потом интересно. Тактагула после революции достаточно долго жил. С 17 по 1330 год. Советский период достаточно большой. Но при этом тактагула никак не был связан с государством. То есть человек имел идеальные возможности, чтобы зафиксировать свой статус в политической системе легко зафиксировать. Для системы он такой очень важный компонент. То есть такой большой игрок, говоря политехнологическим языком. Но он этого никак не делал. Человек жил частной жизнью, продолжал выступать, писать. При этом его ученики сделали хорошую советскую карьеру. То есть они пошли в органы советской власти. Его ученики, можно вспомнить, Калакакива был председателем сельсовета. То есть был ближайший. Спокойно делал карьеру. Другой ученик, Барпе Аллыкулов, на юге тоже занимал какую-то должность. То есть в принципе тактагула мог конвертировать свой статус как-то иначе. Мог в политическом пространстве. Но он этого не сделал. Человек остался в частном пространстве. То есть продолжал заниматься творчеством. И поэтам никогда даже не пытался вступить в партию. Его приняли сразу. Те, кто за него поручился, были найти легко. Его ученики, которые стали вполне системными поэтами, а он так и остался вне системы. Даже той, чьи идеалы он разделял. Человек до конца жизни оставался сам по себе. Автор. Он из этой позиции не ушел. То есть если брать других поэтов, вот его же учеников, они же стали вполне системными. Они ушли в союз писателей, в руководящей должности. Он нет. И, кстати, он спокойно там жил, умер. Там говорят, если бы это период, корень из 20-х годов репрессий, там ни его ученики под них не попали. То есть они бы его никак не задели. Вот теперь то, что касается крупных учеников Токтагула. Эшпамбет Байсиитов, Барпы Алыкулов, Алымкул Гусинбаев, Калык Акиев, Атай Агамбаев, Кургу Алдосуев. То есть это там и больше десятка крупных Акынов, которые официально признаны учениками Токтагула. Поэтому влияние Токтагула было сильным. Они при жизни к нему в своих произведениях, где они его встречали с каторги, они к нему обращались отец. То есть когда он еще был достаточно молодым, то есть ученики там разного возраста, есть те, кто лет на 10-15 младше, есть те, которые вдвое его младше, они к нему обращались отец. То есть не просто там мастер, а именно как отец. То есть его влияние было сильным. Его ученики, если посмотреть, мы же их всех знаем, в кыргызской литературе они все остались. Вот сейчас есть смотреть, вот именно знакомы все. То есть это продолжатель традиции Токтагула, его традиция осталась. То есть он не ушел, традиция осталась. В окружении. Исполнителей, возможно, учеников. То, что касается там изображений Токтагула, здесь проблема. Их почти нет. То есть он жил в ту эпоху, плюс еще там в советское время всего несколько снимков, которые там вообще доступны, где он есть. То есть его, на самом деле, тот памятник, который мы видим Токтагулу, который делала Мануилова, она ездила на родину Токтагула, памятник лепили из двоюродного брата Токтагула, который был внешне похож, двоюродный брат по отцовской линии, был сильно похож на Токтагула, лепили по двоюродному брату. Потому что вот здесь проблемы с изображениями Токтагула. Их всего несколько, и они очень нечеткие. То есть он ушел в ту эпоху, когда вот только фотография пришла. То есть они были редкостью. И то они были связаны с публичными мероприятиями, исполнениями на них различных произведений. То есть то, что мы сейчас видим, на самом деле, это образ на памятнику достаточно узкон. Кстати, есть опубликовано воспоминание Мануэлова, она, Ольги Максимилиану Мануэлова, как она ездила в Токтагул, как она искала там на месте родственников, тех, кто знал Токтагула, которые могли его описать, как она там лепила первые прогрессы, показывала место, спрашивала, похож. То есть на самом деле, вот эти вещи, в советское время, дневники Мануэлова были опубликованы, в том числе, и по итогам она занималась памятником Токтагула. То есть там история была, вот первый юбилей Токтагула, который отмечали, 1939 год, то есть там годовщина 75-30 дня рождения, Токтагула уже не было 6 лет, как в живых, и там возникла проблема, как зафиксировать память. То есть человек вроде недавно покинул мир, но вот, поэтому то, что мы сейчас имеем, и то, что удалось сделать тогда, в 1939 году. То, что касается советского периода, в советское время Акын Токтагула был главным Акыном республики, поэтому и Токтагульская ГЭС, то есть это самая крупная ГЭС, то есть все очень последовательно было. Ситуация изменилась там в конце 80-х годов, пришла новая эпоха, новые герои, новая элита, и вот сейчас мы имеем там Токтагула, который оказался в стороне. То есть современную систему он не встроен, хотя для общества он важен, он часть этой традиции, его традиция продолжает жить. То есть когда мы берем политическую сатиру, мы к кому будем апеллировать? К рэперам? Кому? Мы откуда? Она же местная. Вот Токтагул, Арзема, какие были, она местная. То есть проще сохранять то, что было, признавать то, что было, чем пытаться искать следы где-то вокруг. Тем более Токтагул по своим произведениям он часть еще и регионального контекста. Еще то, что касается внешних связей. У Токтагула есть произведения, связанные с казахским народом. Он, когда возвращался через казахские степи, у него есть там произведение на казахской земле, большое произведение, где он пишет о сложной истории отношений двух народов. Поэтому он, интересно, пишет о сложных проблемах, но пишет очень мягко. То есть он вспоминает Кенесары, вспоминает Армон-Бия, то есть болезненные станицы общей истории, поэтому очень мягко. И у него отношение к казахкам было очень положительное, потому что его принимали. Он в 2012 году сейчас с казахским Акыном Джамбулом. У него есть произведения о русских, о казахах. Он такой автор, который вышел за локальный контекст.